Новые предприятия будут освобождены от проверок на три года. В два раза сокращены проверки бизнеса со стороны санитарно-педемиологической службы, а срок контрольной проверки любого предприятия сокращен с трех дней до одного. Соответствующие изменения внесены в закон о проверках субъектов предпринимательства. Эти и другие механизмы по защите прав предпринимателей исключают потенциальные коррупционные возможности и снижают административные барьеры со стороны госорганов. В марте и апреле принято два важных документа по сокращению необоснованных проверок бизнеса. Вновь созданные предприятия на три года освобождаются от неожиданных визитов госорганов. Проверка деятельности компании может длиться максимум один день. Кроме того, 18 марта президент подписал указ о правовой защите предпринимателей со стороны правоохранительных органов и налоговой службы. Прежде чем пойти на ревизию, эти структуры должны обосновать ее и получить разрешение в Генпрокуратуре. Все проверки правоохранительных органов и налоговой службы будут согласовываться с Генеральной прокуратурой на предмет обоснованности. То есть, насколько это обосновано, насколько имеются подтверждающие факты о тех или иных нарушениях. Бизнесмены с воодушевлением восприняли такую новость. Они отмечают, что с каждым разом государство совершенствует законы, которые снижают коррупционные риски и в целом облегчают их деятельность. Мы уже занимаемся частными предпринимателями с 2009 года. Такие проверки, частые проверки иногда усложняют нашу работу. Вовремя иногда не сможем реализовать свои планы. По мнению экспертов, несмотря на то, что в Кыргызстане самые либеральные законы для развития предпринимательства, они не всегда соблюдаются. Особенно это касается регионов, когда бизнесмены не знают законов и своих прав, чем пользуются недобросовестные чиновники. И силовые структуры, или пожарники, или всякие, они постоянно могут приходить и надаивать бизнес. Потому что у нас в глазах бизнес, в глазах чиновников, это один из источников пополнения карманов, потому что они сами живут на 7 или 10 тысяч тонн в месяц. И другого источника, как рикетирство, это бизнеса не остается. Это нужно констатировать, и от этого мы никуда не ушли. По мнению специалистов, сегодня важно повышать правовую грамотность бизнесменов. В случае каких-либо необоснованных проверок, каждый сможет сообщить об этом на портале проверка Кейджи, отмечает в Минэкономике. Нургуль Саматова, Нуркамиль Асанов, Общественный Первый канал.